Продолжение следует... 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 В нейтронных звездах температура вещества в метрах миллиард градусов, а вещество находится в сверхтекучем, сверхпроводящем состоянии. Потому что высокая плотность компенсирует вам этот рост температуры, и в этом смысле метра нейтронной звезды все равно холодные, если нейтронная звезда не слишком молодая. То есть у нас уже появляется всякая интересная физика, если у вас есть банка со сверхтекучей жидкостью, теперь у вас банка весит вторую массу Солнца, имеет размер 15 км, и там находится сверхтекучая сверхпроводящая жидкость. Поскольку компактность очень большая, на поверхности сильное гравитационное поле, то есть важны эффекты общей теории относительности, И поэтому физика нейтронных звезд сама по себе очень интересна, очень сложна. И изучать их, естественно, мы можем относиться физическими методами. То есть, как вообще часто бывает, у нас есть очень интересные объекты физики, но физическими, собственно, классическими физическими методами мы их изучать не можем, потому что в лаборатории такую штуку завернуть не можем. И поэтому мы изучаем их методами астрономическими. Напомню, что нейтронные звезды были вначале предсказаны, и даже эта история, ну, вроде простая история, сказание нейтронных звезд, это было недавно, это было в 30-е годы 20-го века, вообще говоря, не только письменность уже существовала, но даже кинематограф существовал. Хотя, с вашей точки зрения, время, когда не было интернета или смартфонов, это дико сперва было, да? Но, тем не менее, это было относительно недавно, это было менее 100 лет назад, и все равно эта история, она обросла мифами, и, кому интересно, в журнале «Успехи физических наук» можно прочесть статью, где подробно эти мифы разбираются. Но, на самом деле, то есть миф состоит в том, что нейтронные звезды, как нейтронные звезды были предсказаны в Ландау, на самом деле это немножечко не так. Нейтронные звезды в таком более-менее современном виде были предсказаны Баадой Цвики, и последствия были обнаружены. Нейтронные звезды в норме рождаются в результате взрыва сверхновой. Самый известный такой остаток взрыва сверхновой, остаток немножко в кавычках, это крабовидная туманность, в кавычках, потому что есть довольно точный термин остаток сверхновой, крабовидная туманность в строгом определении не остаток сверхновой, а называется красивым словом «плеион», и внутри этого остатка сверхновой находится один из самых известных пульсаров, как называемых пульсаров в Крабе, поскольку туманность крабовидная, хотя все это находится в созвездии Стрелецкой. Соответственно, мы наблюдаем сверхновой сейчас в довольно большом количестве. Здесь показаны крепления блеска типичной сверхновой типа 2, это взрыв в результате коллапса ядра массивной звезды, именно такие сверхновые должны порождать нейтронные звезды. Сверху показаны сверхновые типы 1а, это термонитерные взрывы белокарликов, они нейтронные звезды не порождают, нам сейчас не так интересно. При этом, к сожалению, за всю эту новую историю, у нас нет ни одного четкого примера, когда мы пронаблюдали сверхновую, сама сверхновая покупала, все там немножко красиво, то есть мы увидели новорожденную нейтронную звездку пульсар, которым он был 10 лет, 15 лет, может быть, 5 лет. Ни одного такого случая нет. Крабовидная туманность возникла тысячу лет назад, саму вспышку наблюдаем в то время, есть всякие тактистные обязательства по этому поводу, но хочется, конечно, чего-то более современного. Так что даже вот с такой простой вроде бы областью еще есть что сделать. Пока, повторюсь, никто не обнаружил сверхновую, которая прямо точно породила нейтронную звезду, ну или, если вот, никто не обнаружил нейтронную звезду после того, как произошел взрыв сверхновой. Тем не менее, есть всякие интересные необычные сверхновые, где, как нам кажется, уж точно должна быть нейтронная звезда, потому что эти сверхновые обладают очень большой светимостью. Иногда их называют сверхмощными, супермощными сверхновыми, здесь возникает такая путаница, смотрите, при взрыве сверхнового уделяется огромное количество энергии, но кто-то из вас уже может знать, в каком виде уносится основная часть энергии в 99%? Нитрина. Нитрина, совершенно верно. Нитрина мы не видим. Поэтому как там устроена основная мощность сверхнового, мы вообще говоря не знаем, мы видим оптическую вспышку. И есть сверхновые, которые в оптике раз в 10 больше излучают, чем другие, по-английски их называют суперлюминус, то есть не называют супер-пауэллуминами. Называют суперлюминус, но по-русски переводят и так, и так, какого-то устоявшегося хорошего термина нет. Как бы то ни было, сверхновые яркость, яркость тоже термина, пусть трогие его не совсем хорошо тут употреблять, сверхновые много излучают, нужен какой-то дополнительный источник. Сверхновые вообще светят, в первую очередь, потому что выбрасывается большое количество радиоактивных элементов, и распад этих радиоактивных элементов подпитывает оптическое излучение. Но вот нельзя придумать такую сверхновую, где было бы настолько много радиоактивных элементов, чтобы объяснить эти кривые. И тогда такие вот необычные кривые. Здесь в одном масштабе нарисована вот эта кривочка, это примерно как синяя здесь, а вот эта сверхмощная, то есть видно 1, 10, 100 тысяч. То есть она даже не на порядок, а на пару порядков, более мощная в арктическом диапазоне. И хочется туда запятнуть дополнительный источник энергии. Вот таким источником энергии может быть нейтронная звезда. Какие запасы энергии есть у нейтронной звезды? Чуть похоже по дворе. Итак, нейтронные звезды. Радиус порядка 10 километров, масса порядка одной двух масс Солнца. Средняя плотность порядка ядерной плотности. Но, как вы можете догадаться, на поверхности плотность ниже, в серединке плотность больше. И поверхностные слои мы более или менее умеем описывать, хотя и там постоянно появляются важные, но теоретические результаты. Физика все-таки достаточно сложная. Вот что находится совсем в метрах, в так называемом внутреннем гидре, где плотность может в 5, а может и в 10 раз превосходить ядерную плотность, мы не знаем. Не знаем означает, что есть много всяких удивительных идей. По поводу того, как устроено вещество внутри, как это можно пробовать изучать, зондировать, тоже с вами попробуем успеть и про оценку поговорим. Итак, в 30-е годы БААДы, ЦВИКИ, предсказали существование компактных объектов, которые мы теперь знаем как нейтронные звезды, были в 30-е годы, но никто не бросился их искать в 30-е годы, поскольку предсказание БААДы в ЦВИКИ стояло примерно следующее. Происходит взрыв сверхновок. После этого образуется 10-километровый шарик, на грете, правда, до миллионов градусов примерно, но все равно. То есть представьте, 10-километровый шарик, который находится бог знает где, на расстоянии 10 тысяч метров лет. Это как бы далеко. И в 30-е годы искать такие объекты было не то, что крайне сложно, а, можно сказать, без перспективы. Поэтому мы их не искали особенно. И нейтронные звезды открыли достаточно случайно. Более того, их открывали несколько раз и первые разы не замечали. Вообще говоря, поскольку люди постоянно фотографировали и получали изображение кровоидной туманности, то там видна звездочка, которая является радиопульсаром, но как-то выделить и идентифицировать было совершенно нереалистично. Годов был в 70-х, я бы сказал. Когда появились рентгеновские первые детекторы, в начале еще на ракетах, то есть они стояли на спутниках, которые долго крутятся на орбите, это ракет, которая взлетает и падает, люди стали регистрировать точечные рентгеновские источники, которые, как оказалось впоследствии, связаны с нейтронными звездами. Сразу эта гипотеза тоже высказывалась, но доказать это было трудно. Поэтому формально первый зарегистрированный рентгеновский источник скорпион Х1, скорпион, потому что находится в созвездии скорпиона, 1, потому что это первый рентгеновский источник, обнаруженный в этом созвездии, а Х, потому что рентгеновские лучи называются литополучами. Практически во всем мире. Соответственно, Джаконик Гурский и их соавторы в 1962 году получили рентгеновский сигнал от этого источника, но опознать его как нейтронную звезду не смогли. Вообще говоря, очень долго доказывалось, что это действительно нейтронная звезда, а не что-то другое. Поэтому формальное открытие нейтронных звезд произошло позже. В рентгеновском диапазоне нейтронной звезды удалось опознать только в начале 1970-х годов, когда полетел уже действительно спутник, который довольно долго находился на Абрите, открыл сотни источников, из которых несколько десятков — это двойные системы с нейтронными звездами. В двойных системах мы можем наблюдать нейтронную звезду, если на нейтронную звезду течет вещество со звезды соседки. Понять это довольно просто. Мы берем какой-нибудь предмет, поняем его. Почему вы слышите звук вообще? Откуда берется энергия из звукового пола? Из звукового пола? Из звукового пола? Правильно, а изначально откуда? В цепочку превращения энергии. Итак, вот энергия из звукового пола. Делаем шаг назад. Какая энергия была? Кинетическая энергия мячика, которая подлетает поверхность стола до этого? Потенциально. Для которой вы знаете формулу MgH. Ну и, соответственно, легко догадаться, что формула, если E равняется MgH, то чем больше N, чем больше G, чем больше H, тем больше будет выделена энергия. Правильно? Поэтому мы можем взять шарик побольше, можем помнить рояль, выделиться больше энергии, слышно будет в другом конце гаиша. Мы можем поднять его получше, можем сбросить на гаиш проезд с вертолета, слышно будет в главном здании. Но самое хитрое – это менять G. Вот менять G очень трудно. Менять ускорение свободного падения довольно трудно. И какое-то время очень высокоточные данные по распределению ускорения свободного падения по Земле вообще были засекречены. Потому что это то, что вы вообще не можете замаскировать просто так, и поэтому вы можете сделать систему наведения крылатой ракеты, целиком устроенную на градиенте силы тяжести. То есть вы можете определить точку и дорогу к этой точке подложить только в агроинную. А то, что теперь у вас акселерометр, у каждого или через одного в кармане лежат, поскольку современные смартфоны имени оборудованы, поэтому можно во всякие игрушки играть, и они вообще понимают, где вверх, где вниз смартфон, именно потому что они чувствуют гравитацию. Ну, соответственно, на крылатых ракетах. Немножко раньше, но здесь чувствовались на смартфон. И, соответственно, самое сложное менять G. Ну, G, как вы помните. Как вы помните, но не видите пока. Это вот такая штука, где M, масса того, на что вы собираетесь падать или кидать в теклет, а R, но если вы находитесь на поверхности, соответственно, это радиус этого объекта. И мы вспоминаем, что отношение M к R у нейтронных звезд из объектов с поверхностью, а поверхность нам важна, нам не хочется удариться о поверхность, но нам хочется, чтобы выделилась энергия, а какая-то поверхность нам нужна. Если вы кинете керпич в черную дыру, он просто упадет в черную дыру, и все. Вы просто потеряли керпич. Если у вас есть поверхность, то обязательно будет удар, будет выделение энергии, будет бум. В космосе звуки не слышны, как вы знаете, но, к счастью, если большой бум, то много энергии выделяется в виде тепла. Вот представьте, что здесь абсолютно темно, и вы сидите все с тепловизором. Вот я встал на стол, вы не видите, что происходит, и уронил себе на ногу батарею, ну или кирпич, что вам больше нравится. Что вы услышите? Что вы увидите? Что вы увидите в своих тепловизорах? Да, вы увидите, что нога потеплела. Вообще говоря, это правда, я не советую проделывать, но, в принципе, это правда да. Кстати, тихонько там, если постучать, ну или я не знаю, если вы каким-нибудь одноборством занимаетесь, если грушку какой-нибудь лупите, руки нагреваются, позаметно вообще, ну просто если очень долго драться, соответственно выделяется энергией в виде тепла, а тепло может уноситься каком-то тремя способами, один из них – излучение, и поэтому вы будете видеть в неком структуре вспышку более немедленность. Итак, возвращаемся, до чего я написал эту простую формулу. Если у нас наивно, на самом деле потенциальная энергия немножко хитрее устроена, ну давайте уж мы пока останемся на уровне Ngh, вот мы хотим менять вот это самое G, и для нейтронных звезд G самое экстремальное. То есть у всех объектов с поверхностью G меньше, чем у нейтронных звезд. У нейтронных звезд он самый большой. Поэтому, если вы что-то кидаете на нейтронную звезду, то это приводит к определению самой большой энергии при той же массе и при той же высоте. Ну а высота у вас в космосе всегда сколь угодно большая, поэтому, собственно, формула будет меняться. В этой формуле Ngh что-то в чем хитро, если у вас G постоянно не зависит от высоты, от расстояния. На самом деле все это можно записать как неизвестную формулу, и тогда вот из этой формулы просто Nr будет GnR и умножить на r. И там как раз виднее даже насколько видна компактность для выделения энергии. И, соответственно, если у вас есть двойная система, в чем прелесть двойной системы, вот ваш неисчерпаемый источник кирпичей, которые постоянно падают на второй объект, в нашем случае нейтронную звезду, и поэтому постоянно выделяется много энергии, и это можно заметить. Энергия будет в основном выделяться в N-геновском диапазоне, и поэтому именно в N-геновском диапазоне искали такие объекты. Насколько часто это встречается? Встречается это часто, потому что звезды вообще любят рождаться в двойных системах, и если мы говорим о массивных звездах, то массивные звезды почти все рождаются в двойных, поэтому удивительно, что в галактике довольно много двойных систем с нейтронными звездами на той стадии, когда вещество перетекает с нормальной звездой на нейтронную, и, соответственно, при этом выделяется много энергии. Ну, насколько много, выделяется до 10% от Nc2. Это совершенно фантастическая величина. Это больше, чем в 100 раз больше, чем при термоэкорных реакциях. Нейтронные звезды при этом могут становиться совсем экстремальными источниками энергии, и мы это наблюдаем в виде гаммов-склеска. Ну, то есть, вот смотрите, если мы говорим, что любой предмет, уроненный на нейтронную звезду, теряет много энергии. Если мы хотим очень много энергии, то какой предмет надо уронить на нейтронную звезду? Роль нейтронную звезду, совершенно верно. И одни из самых мощных процессов, происходящих у Вселенной, ну, а если мы говорим об электромагнитном диапазоне, то самые мощные, это космические гаммов-склески, они делятся на два вида, на длинные гаммов-склески, они связаны с черной горой, бог с ним, ничего про черную гор не говорим, и короткие, они длятся в секунду, там выделяется совершенно фантастическая энергия, и вот это как раз, говорят, слияние, нам представляется такой медленный процесс достаточно. На самом деле, это падение двух нейтронных звезд друг на другу. То есть, происходит это все на скорости, равной доле скорости света, и при этом выделяется чем-то непосредственная энергия, поскольку у каждого из этих объектов какое-то экстремальное ускорение свободного падения на поверхность. При этом, естественно, испускаются гравитационные волны, о чем вы также знаете, они испускаются при слиянии черной горой, при слиянии метровных звезд, и благополучно 3 года назад такие события будут зарегистрированы. Ну, а в этом году мы ожидаем, что счет таким событиям пойдет уже на десятки, ну, вряд ли, кое-моему, на сотни, но на многие десятки, потому что в этом году установки «Лайда» и «Верга» заработают опять, они полтора года стояли на ангрейде, и в результате этого открыта у них существенно возрастает чувствительность, поэтому флесклы были открытыми гораздо больше. Ну вот, наконец, это мы все по медленному введению идем, я вам напомню. Вот, наконец, нейтронные звезды были на самом деле открыты. Открыты они были в 1967 году. Ключевую роль в этом открытии сыграл Джослин Белл. Такие случайные открытия называют красивым словом «серендитическое». Серендитическое открытие. Люди открыли пульсирующий радиоисточник, и история там правда такая довольно драматичная, запутанная, любопытная. Ну, представьте, в 1967 год вы открываете приходящий из космоса точно периодически радиосигнал. Первое, что вы думаете? НЛО. Правильно. Нет, вот НЛО, смотрите. НЛО, оно летать должно. Там есть буковка «Л». А здесь идея скорее в том, что вы открыли источник радиоволн на материнской планете. То есть вы можете предположить, что это НЛО на полгода зависло над вашей ангельской деревней и передает вам сигналы. Но это не самая популярная идея. Идея именно в том, что вы открыли материнскую планету, и люди именно на это подумали. Давайте быстро сообразим, как можно доказать, ну, как можно исследовать вопрос, является ли это планетой, на которой живут и на планете, или нет. Чего мы ожидаем от планеты? Вообще говоря, любой, в частности, от той, которая живет на планете. Смысл основания нет. Давайте любую планету. Вас и на планете они придут, я помню, и излучают вам в мозг. Наличие звезды. Хорошо, что такое планета? Наличие звезды. Наличие звезды и чего еще значит? Вращение. Правильно. Планета вращается вокруг звезды. С какой скоростью Земля вращается вокруг Солнца? С 300 км в секунду. Хорошо. Это много. Это, в общем, 10-4 от скорости света. Вполне заметная величина. Поэтому сегодня планета двигается к вам со скоростью 30 км в секунду. А через полгода она двигается от вас со скоростью 30 км в секунду. Какой эффект будет работать? Доплера. Доплера. И поэтому довольно быстро вы можете посмотреть на масштабе месяца. Самая большая, если у вас высокая точность, вообще очень быстро. Можете посмотреть, меняется время прихождение импульса из-за эффекта доктора. И люди проделывали эту работу. И они, правда, они серьезно подумали, что они открыли техническую цивилизацию. И они провели самое разумное, самое простое исследование. Является ли это технической цивилизацией? Ответа не является. Тогда, значит, они решили, что это какой-то астрономический объект, который выдает точный импульс. Какой процесс может выдавать точный импульс? Часы, вы знаете, да? Есть два вида часов, основанных на двух процессах. Маятник. Общий случай, маятник — это вращение. И второй процесс. У вас часы у всех электронные. Там-то что это? Колебание. То есть или колебание, или вращение. Вот, собственно, и все. Соответственно, это или колебание, или вращение. Но период — одна секунда. Одна секунда — это много, вот почему. Вот у вас есть какое-то круглое тело. В космосе все круглое. Все большое, все круглое. Вот круглое тело. Вот его экватор. Вот, то есть, вращение. Тело у нас вращается. Соответственно, тело вращается каким-то периодом P. И скорость на экваторе, очевидно, мы можем посчитать как 2PR делить на P. Согласны? Вы следите, я могу с утра перетутать и никуда поставить. 2PR делить на P — это скорость вращения на экваторе. При этом, представьте, что вот у нас лежит какой-то предмет. Вот у нас сидит какой-то предмет на столе, да? И мы начинаем раскручивать Землю все быстрее и быстрее. Что начнет происходить с предметом? И чего сделает со временем? И приподниматься над столом? Это будет очень красивый рубик. То есть, когда у вас скорость достигнет первой космической скорости, то у вас, соответственно, тела не смогут лежать, да? Это означает, что вообще говоря, Земля начнет стекать. То есть предметы начнут от нее отлетать. И на самом деле скорость не такая уж большая нужна. Проделайте дома такое упражнение. Ну, не дома, в смысле, вы можете там кто-то и в уме проделать. Вы же знаете все первую космическую скорость примерно, да? 7,7 км в секунду. Радиус Земли вы тоже знаете. Более или менее, хотя бы 6400 км знаете. Ну и посчитайте, с каким периодом должна вращаться Земля, чтобы на экваторе скорость достигла первой космической скорости. Наивно, сколько кажется, не считая, как быстро вы будете вращать Землю, чтобы она начала с экватора, чтобы спутник запускать можно было вот так. Как вам кажется, какой будет период вращения? Вызовите мне какое-то время. Поздные часа. Он посчитал. Кажется, обычно люди начинают говорить секунды, минуты, и прямо в мультике у них будет так крутиться, все будет медленно и печально происходить, у вас полтора часа будет мультик, если вы хотите это показать. Хорошо. Итак, что для нас важно? Для Земли это полтора часа, а полтора часа это сколько секунд примерно? 5000 примерно. Хорошо. А мы хотим период 1 секунда. Ну, радиус, правда, поменьше, тем не менее, 1 секунда. Не так много объектов может вращаться с периодом 1 секунда. Больших объектов. Их просто разрывает этим вращением. Поэтому, если вот эти периодические сигналы связаны с вращением, то это нейтронные звезды. То есть даже белые карлики, следующие по компактности для объекта, не могут вращаться с периодом 1 секунда. Или, соответственно, мы наблюдаем пульсации. Пульсация, у нас есть много разных объектов, есть звезды, звезды пульсируют. Какой типичный период пульсации звезд? Не знаю. 9 минут. У Солнца, например. Минуты. Полчаса, 5 минут. Там есть много всяких много пульсаций. Минуты. То есть звезды не могут пульсировать с периодом 1 секунда. Вам нужен объект высокой плотности. Чем выше плотность, тем короче период пульсации. Секунды — это период белых карликов. Соответственно, когда люди это увидели и поняли, что это не инглентяне, осталось всего 2 возможности. Это или вращение нейтронных звезд, или пульсация белых карликов. Как отличить пульсацию от вращения? Отличить довольно просто. Берем объект, начинаем его вращать. Что с ним произойдет, в конце концов? Он остановится. То есть период его вращения чего делает? Уменьшается. У вас энергия пропорциональна квадрату частоты вращения. Соответственно, энергию объект теряет, он ее на что-то тратит, он ее как-то излучает, так или иначе. И, соответственно, у вас уменьшается частота вращения, растет период. Теперь пульсация. С пульсациями все наоборот. Наконец, власть моя мечта. С временем это мечта. Это то, чего мне не хватало в жизни. Классно. Чего делает частота колебаний? Растет. Амплитуда уменьшается. А частота растет. Он все быстрее. Вот если объять делаем, то вот так делаем. Вот. А вот так роять, а от кого и роять, и брать. Соответственно, было достаточно понаблюдать, что будет происходить с периодом. Если он будет расти, значит это вращение этой нейтронной звезды. Если будет уменьшаться, значит это пульсация, тогда это белые карлики. Белые карлики менее интересны, потому что белые карлики уже открыли, а нейтронные звезды в том моменту не открыли. Оказалось, что это нейтронные звезды. За открытой дали новое распространение, а дали мне Джоселин Бад. Буквально через пару лет открыли пульсарк пребоидной туманности, и все встало на свои места. Потому что все стало, как Бады и Цвики предсказали, кроме сильных магнитных полей вращений. Сильные магнитные поля, вообще говоря, это уже предсказабельно, но все это были разрозненные такие идеи. Цельной картины не складывалось, то есть чуть-чуть не хватило, если бы они там полгода еще повозились, ну ладно, пару лет с открытым пульсаром, то предсказабельно, скорее всего, убирали пульсар. То есть все стало на свои места. Массивные звезды взрываются. На самом деле это не совсем настоящий взрыв, ядро коллапсируют, происходит мощное энергоуделение, сбрасываются внешние слои, а ядро, что превращается в нейтронную звезду, которую мы можем наблюдать как радиопульсар. Если нейтронная звезда обходит в двойную систему, то вещество со второй звезды может начать перетекать на нейтронную, и тогда вот из-за большого ускорения свободного падения, которое я уже стер, может возникать яркий агнегеновский источник. С течением времени люди открыли самые разные типы нейтронных звезд, двойных, одиночных. И вот то, что они разные, на самом деле делает ситуацию более интересной. Смотрите, пока мы познакомились с двумя источниками энергии нейтронных звезд. Первое – это вращение. Мы сказали, что пульсары быстро вращаются, и энергия вращения со временем уменьшается, период растет. То есть именно энергия вращения используется на на испускание излучения, на испускание ветра частиц от нейтронной звезды. Второй вид энергии – это гравитационный. То есть идет процесс падения вещества на нейтронную звезду. Процесс называется аккрецией. Слово аккреции изучайте вам, на следующей лекции, наверняка, вы будете постоянно приезжать. И это два способа выделения энергии. Есть другие. Вот у нас вращение, вот у нас аккреция. Есть еще два способа. Давайте с четвертого упаковка более простой. Это тепловая энергия. Нейтронные звезды рождаются горячими. Они рождаются при результате взрыва сверхновых. Но тут как ни крути. Объект должен быть горячим, если он родился как ядро звезды, которое еще вдобавок склапсировало, и породило водовую. Поэтому начальная температура нейтронных звезд очень далека, и они потихонечку остывают, потихонечку избавляются от этой энергии. Поэтому, как мы, я уже сомневаюсь, что увидим, можем в течение долгого времени, может быть сотен тысяч лет, наблюдать тепловое излучение поверхности нейтронной звезды. Наконец, есть еще один источник энергии, это магнитная поля. Почему так? Действительно, обычно говорят, что нейтронные звезды обладают сильными магнитными полями, это чистая правда. И можно выделять энергию магнитного поля, можно записать, почему равна эта энергия. Но мне кажется проще думать немножко по-другому. Магнитные поля порождаются токами. Соответственно, если у вас есть сильные магнитные поля, у вас текут сильные токи. Ток обладает энергией, и эту энергию можно выделять. С одной стороны, энергию тока можно выделять постепенно. Вот у меня, наверное, ноутбук греется потихоньку, но он не очень греется. Там греется проектор, греются лампочки накаливания. Вообще, вот это такой полезный лайфхак. Вот в институте Эйнштейна, гравитации «Лычаев» из Берлина, есть такая замечательная история. То есть он находится в Берлину, туда на электричке надо ехать, и где-то, условно, в январе, аспиранты. Такие люди, которые, вообще говоря, спать не должны, немножко должны есть, а все остальное время должны работать. Соответственно, аспирант примерно так, как вы и делали, он все делал правильно, но, соответственно, он поработал и собрался ехать в Берлин домой или куда-то еще, короче, ехать на электричке. Аспиранты, естественно, должны думать только о работе, поэтому он, естественно, был одет в футболку, ветровку, джинсы, кедры наверху, может быть, у него была шатка. И он побежал на электричку, это была, естественно, последняя электричка, чтобы он мог уехать. Думал он на работе, он прыгнул в электричку и понял, что электричка идет не в ту сторону. И вот там устроено так вот, там Берлина, там конечная станция, а вот тут чистое поле, и там тоже станция, и вокруг чистое поле. И он вышел в этом чистом поле, и электричек больше никаких нет, и это уехало. И понял, что 5 января он не доживет до утра, и он стал немножко грузов. И тогда, значит, он попробовал не думать о работе, а потом о том, что у него есть. А у него был с собой ноутбук. И он его включил, заснул в футболку, и всю ночь грелся ноутбуком. И поэтому, значит, не заболел и не умер. Соответственно, энергию тока можно выделять постепенно. Это очень здорово. Можно греть. Ну, опять-таки, вы это увидите в тепловизор, если вы, например, хищник, и охотитесь в этих полях под Берлином, выйдите на платформу, и тёплое пятно с чем-то более ярким, и, наверное, туда пойдете. Но токи обладают ещё замечательные особенности, их энергию можно выделить быстро. Ну, помните, давайте поднимем руку, посмотрели назад в будущее первую часть? Да. Хорошо. Значит, когда поломался ядерный установок на машине, энергию чего в итоге использовали? То есть электрического тока, правильно? То есть самый эффективный способ выделения энергии, когда у вас ещё нет ядерной энергетики, ещё чего-то, это электрический ток. Если вам здесь и сейчас надо выделить очень много энергии, то есть максимально много, то всё, что вы можете сделать, это взять пинцет и засунуть в розетку. И это самый эффективный способ. Коробка замыкания — это очень эффективный способ выделения довольно большой энергии. Ну, как ещё расплавить металл? Представьте, вам данное практическое задание, лабораторная работа — вот вам кусок металла, расплавьте его хоть чуть-чуть, хоть начните. Что вы будете делать? Трением там, я не знаю, работать на нём. Ничего не получится. Вы берёте, вставляете в розетку — всё. Везде, во всём институте гаснет свет, зато пятёрка. Соответственно, в нейтронных звёздах текут очень мощные токи, энергии этих токов можно выделять. И выделять можно постепенно, более мирным способом. можно видеть вспышек. И то, и другое в нейтронных звёздах происходит, и то, и другое наблюдается. Хорошо. Следующая, собственно, такая основная часть, пора в ней переходить — это определение возрастов нейтронных звёзд. Почему это важно? Потому что мы хотим не просто открывать много нейтронных звёзд, а понять, как они связаны друг с другом, поскольку все объекты так длиннее меняются, так длиннее эволюционированы. Какие-то слабо, какие-то сильно. Вот про нейтронные звёзды вначале считалось, что они эволюционируют очень слабо, а оказалось, что они эволюционируют очень сильно. Прямо меняется тип источника. Мы наблюдаем источник как, например, магнитар, потом наблюдаем его как остывающий источник, может быть где-то в срединку он будет виден как радиопульсат. То есть с нейтронными звёздами по ходу их жизни происходит превращение. Поэтому нам интересно узнать возраст нейтронной звезды, то есть поместить её, как она есть, с какими-то измеренными параметрами в некую эволюционирующую картину, в меняющуюся картину, и понять, на какой стадии в своей жизни находится эта нейтронная звезда. Поэтому нам нужно научиться оценивать возраста. Есть четыре способа основных оценки возрастов нейтронных звёзд. Давайте потихоньку о них поговорим. Обычно, когда говорят о нейтронных звёздах, медленно люди рисуют вот такую диаграмму. По горизонтальной оси откладывается период вращения нейтронных звёздов. По вертикальной оси насколько быстро этот период меняется. Здесь мы говорим о молодых одиночных нейтронных звёздах, в основном, или о радиопульсарах. Здесь любая нейтронная звезда или радиопульсар, или молодая одиночная нейтронная звезда. Поэтому все они замедляют своё вращение. Соответственно, то, что по вертикальной оси, это то, насколько замедляется период вращения нейтронной звезды за одну секунду. Величины такие маленькие. 10-18, 10-20. Секунд за секунду. А по горизонтальной оси период. Мы говорили, что все объекты в конечном счете разрываются. Если быстро вращаются, нейтронные звезды могут дойти до 1000 оборотов в секунду. Формально даже до 1500 оборотов в секунду. Но такие пока неизвестны. Самые быстро вращающиеся из надёжно известных делают под 800 оборотов в секунду. Эти параметры хороши тем, что они точно определяются на людей. Модель независимо от этого. Просто взяли и измерили. Всё просто. Поэтому такую диаграмму очень любят. И нейтронные звезды в ходе своей жизни перемещаются по этой диаграмме. Здесь очень важно, из-за чего нейтронная звезда рождается с быстрым периодом и из-за чего период растёт. Из-за чего нейтронная звезда замедляет свою вращение. Нейтронные звезды рождаются с коротким периодом, потому что они образуются в результате коллапса ядра звезды. То есть звезда вращалась. Вращалась, может быть, уже не очень быстро. У неё вращалось ядро. Скорее всего, вращалось примерно с такой же угловой скоростью, как и внешние слои. Но ядро начало коллапсировать, и скорость его вращения возрастает. Соответственно, период уменьшается, потому что объект сжимается. Эффект известен. Я, конечно, как-то оцениваю. Не знаю, где у меня это крутится. В общем, вы крутитесь, а потом прижимаете руки и начинаете вращаться быстрее. Но при коллапсе ядра этот процесс очень серьёзный. Потому что у вас был радиус 10 тысяч километров, а стал 10. Как в теории Большого ГРФ, когда военные ему объясняли, вот так надо уменьшить. А вот тут надо уменьшить было не так, а тысячу раз, наверное. Размер герой нейтронной звезды. И поэтому нейтронные звезды рождаются очень быстро вращающимися. А замедляют своё вращение в первую очередь. Есть много способов, но самое главное, самое основное. Связан с магнитным полем. То есть из-за того, что у нейтронных звезд есть магнитное поле, и они вращаются, они испускают электромагнитные волны, испускают поток заряженных частиц. И поэтому это уходящее электромагнитное излучение, и улетающие частицы уносят угловой момент, и сама нейтронная звезда начинает вращаться медленно. Поэтому самыми главными параметрами для такой молодой нейтронной звезды являются её масса, частота и период вращения, что ему больше нравится, но на графике вектор, естественно, проще для угловой скорости нарисовать, и магнитное поле. Это ось магнитного поля. В данном случае она у нас просто дефольная. Возникают всякие красивые формулки, которые нам сейчас не очень интересны, но важно, что в такой простой модели мы качественно можем объяснить эволюцию нейтронной звезды на вот этой диаграмме, и что важно определить возраст. Поскольку если мы считаем, что нейтронная звезда рождается очень быстро вращающийся с периодом несколько тысяч, например, нолей секунды, а сейчас мы видим курса с периодом вращения 1 секунда, то какой был начальный период, уже не очень важен, в принципе. Вот вы знаете, что, если видите, велобунки какие-нибудь, где они едут, я не знаю, километров 100-150, им не очень важно так стартовать. То есть это не так в Формуле 11, где там, кто первый уехал, тот почти наверняка первый приехал, если не сломался. А у велосипедистов, у них еще есть 150 км. Что произошло в начале, кто там ехал чуть быстрее, не очень важно. И у метровых звезд примерно так же. Если период увеличился в сотни раз, то совершенно неважно, составлял он в начале 5 тысяч на секунды, или 7 тысяч, или 15 тысяч. У нас есть конечный период, и у нас есть замедление. И если этот закон мы угадали правильно, а мы его устроим из простой модели, как я описал, где у нас есть просто шарик с дипольным магнитным полем, и есть довольно простой закон потерь энергии вращения, то тогда мы можем определить возраст нейтронной звезды. Возраст определяется такой, я не буду в формуле сейчас лезть особенно, но важно, что в рамках простой модели это можно сделать. То есть мы можем определить возраст нейтронной звезды. Мы можем нарисовать, как двигаются нейтронные звезды по нашей диаграмме. У нейтронных звезд может меняться магнитное поле, естественно, в норме оно должно уменьшаться. Соответственно, нейтронные звезды двигаются с левого верхнего угла, правый нижний, где-то пульсар перестает работать. Если магнитное поле не меняется, то двигаются они практически по прямой линии. Если магнитное поле меняется, то заворачивают вниз. Ну вот здесь очень хорошо видно, вот здесь поле почти не меняется, и пульсар замедляется, двигаясь практически по прямой на этой диаграмме. А у нейтронных звезд с большими начальными полями поля довольно сильно падают, и поэтому движение происходит по кривой траектории, но движение все равно из левой верхней части в правую нижнюю. Просто вниз нейтронные звезды начинают выходить более эффективно, чем вправо. Хорошо. Это первый способ. Он хорош тем, что ему можно применять к большому количеству известных нейтронных звезд. В пульсарах известно больше двух тысяч. Соответственно, пусть метод неточный, но мы можем применить его для очень большого количества объектов, и поэтому проверять какие-то глобальные инновационные модели, пользуясь вот этой большой выборкой. Некоторые нейтронные звезды вспыхивают в... Некоторые нейтронные звезды наблюдаются в остатках сверхновых. То есть нейтронная звезда рождается, когда вспыхивает сверхновая. Собственно, все нейтронные звезды рождаются в сверхновых, но остаток живет не очень долго, он живет максимум десятки тысяч лет. То есть где-то прошло сто тысяч лет, остаток просто рассеялся, но его не видят. А типичный возраст радиопульсаров, который мы знаем, на миллион лет, поэтому остатки наблюдаются редко. Но в некоторых случаях это видно. В данном случае мы видим нейтронные звезды в рентгеновском диапазоне. Здесь вот она обзумлена, нейтронная звезда, здесь вот она находится. История открытия вот этой нейтронной звезды тоже очень забавная. Когда в 99-м году запустили спутник Чандра, рентгеновская обсерватория Чандра, то нужно было сделать красивый кадр. Самая главная особенность этой обсерватории в том, что она обладала и обладает совершенно уникальным угловым разрешением для рентгеновского диапазона, фокусирующего рентгеновского отиска. То есть вы можете видеть мелкие детали. Поэтому важно было выбрать объект красивый, с мелкими деталями. И решили выбрать достаток сверкновой, достаток сверкновой, то есть иопея А, потому что восток сверкновой много деталей всегда. Они такие вот пружинные, красивые. И, соответственно, рентгеновский телескоп Чандра получили этот снимок, обработали, и с удивлением обнаружили в центре вот этот точечный объект. До этого ни один телескоп не мог его просто рассмотреть, не хватало именно углового разрешения. И вот это прямо то, что вады-цветки хотели. Это десятикилометровый шарик, нагретый до чуть меньше, чем миллиона градусов. То есть вот эта точка, это излучение именно поверхности микронной звезды. Мы видим этот объект просто потому, что он горячий. И это очень здорово. Естественно, в 30-е годы искать такое было совершенно невозможно. Ну и вообще вот до Хамасадова-XX века было невозможно фактически такое получить. В этом случае мы можем установить возраст нейтронной звезды очень точно, потому что он равен возрасту остатка. В случае осиопия, в случае круговидной туманности, мы прямо знаем, когда произошла вспышка, потому что ее наблюдали. Но в паре десятков случаев мы сделать это не можем точно. Зато мы можем рассчитать возраст остатка сверхновок. И это сделать немножко проще, там немножко более понятная, более надежная физика. Потому что это просто взрыв в среде. Человечество за время своего развития произвело столько взрывов в среде, что более-менее научилось понимать, как это происходит. Большой прогресс в этой области происходил, когда создавалось ядерное оружие. Соответственно, нужно было получить очень точный расчет. Потому что вы понимаете, вы не можете сделать атомную бомбу, привезти ее на полегу. Тут стоят бомбы, тут стоят генералы и всякое командование. А вот тут ошибка в расчетах. И вы показываете, а спросить уже не можете. Это нехорошо. Это нужно было точно решить. А с другой стороны, вы не можете генерал повезти за 100 километров. Тут ничего не видно. Как не видно? Это земля круглая. Правда? Точно не проверяется. И поэтому надо было научиться очень точно рассчитывать энергию взрыва и то, как это все будет распространяться в атмосфере. Именно вот эти решения, решения для взрыва в атмосфере впоследствии применялись к остаткам сверхновок. У вас есть несколько основных этапов. Первое – это свободный разлет. То есть у вас так сильно помахнуло, что разлетающиеся вещества вообще не знают, что вокруг есть атмосфера, межзвездная среда, еще что-то. Оно летит и прилетит себе примерно. И очень слабо чувствует эту силу. Но потихонечку эта расширяющаяся оболожка начинает нагребать просто среду, которая есть вокруг. То есть если вас сейчас отправить в снег чистый, вы берете лопату широкую, и вначале вы так лихо бежите, а потом нагреваете побольше и бежите уже не лихо. Потом это еще надо поднять и туда угрозить. Соответственно, наступает вторая стадия, стадия нагревания вещества. Здесь радиус начинает расти гораздо медленнее. Но и наконец заканчивается все торможение. Поскольку межзвездная среда очень разреженная, но ее много. Пространство у вас большое, у вас произошел взрыв, начала расширяться оболочка, где-то она обязательно остановится. Потому что внешнее давление полностью скомпенсирует то, что вы заложили в взрыв, который вы закачали в эту оболочку. Соответственно, соединив эти три простых стадии, вы можете достаточно хорошо посчитать возраст остатка сверхновой, если знаете свойства межзвездной среды вокруг. Конечно, все устроено гораздо хитрее. Нам энергии взрыва нужно знать очень точно, насколько симметрично она выделялась. Но тогда вы перестаете пользоваться простыми аналитическими формулами, начинаете строить сложные численные модели, рисуете всякие красивые три улички. Но сухой остаток состоит в том, что, в принципе, с неплохой точностью мы можем определять возраста остатков сверхновых. И поэтому мы можем таким образом определить возраст нейтронной звезды, которая находится в середине. И что важно, у нас есть первый метод по замедлению вращения менее точный. Мы можем проверять тот метод по более точному методу и смотреть, насколько хорошо он работает, поскольку если он ошибка в 100 раз, то плохой метод мы его выполним. Кроме того, мы можем определить возраст остатка, определить, когда произошел цель, еще одним забавным методом, который позволяет проверять ферму. Если мы более или менее можем определить место, где произошел взрыв, в идеале это довольно просто. Если бы достаточно симметричный, то взрыв произошел в центре, это понятно. Но вот в такой идеальной ситуации мы знаем, где произошел взрыв, и мы знаем, где сейчас находится нейтронная звезда. Мы можем определить ее скорость, проекцию скорости на небесную сферу. И дальше все просто. Нейтронная звезда уж точно ничего не нагревает, она летит как летит, фактически не замедляясь, но и не ускоряясь. И поэтому, просто поделив это расстояние на скорость нейтронной звезды, мы тоже получим возраст остатка, но и одновременно мы получим возраст нейтронной звезды. Еще один способ, по которому мы очень быстро пробежимся, еще один способ связан с остыванием нейтронной звезды. С этим связана довольно большая история, поскольку нейтронные звезды остывают очень необычно. Вот в норме предметы у нас остывают с поверхностью. Вы понимаете, если вы из костра вытаскиваете картошку, вы покидали ее в руках, но она немножко остыла, начинаете чистить, под кожурой будет более гречо. Это очень похоже на нейтронную звезду. Под кожурой у нее гораздо горячей. Но дальше вы понимаете, что чем дальше будете вгрызаться в картошку, тем она будет горячее. Ни у кого не вызывает сомнений. Потому что остывает она с поверхности, остывает излучением, например, темы передачи, если есть данные, темы передавать. А нейтронные звезды остывают ровно наоборот, они остывают изнутри, потому что у них есть очень эффективный способ потери энергии, это нейтрино. Нейтронная звезда прозрачна для нейтрина, и нейтрино, будучи искусственным в центре, в центральной области нейтронной звезды, со скоростью света практически попадает в нейтронную звезду и уносит с собой энерго. Поэтому в нейтронной звезде может быть поток тепла внутрь, откуда его уносят нейтрино. Но то, как нейтрино будет вырабатываться в нейтронной звезды, естественно, зависит от того, из чего она сделана, из каких частиц. Будут ли это просто протонены нейтроны и электроны, или будет это что-то более хитрое, будет это кварковое вещество, какое кварковое вещество. Все это очень сильно сказывается на остывании. Кроме того, внутреннее строение нейтронной звезды сказывается на том, какими вообще могут быть нейтронные звезды. В частности, какая у них может быть предельная масса. Идея довольно простая. Я могу сесть на этот стол. Могу вызвать кого-то из зала, потом мы решим сделать групповую фотографию стол, все заберемся на этот стол, и, скорее всего, он не сломается. Но если мы попробуем сюда просто поставить слона, то стол сломается. Почему? Потому что он сделан из дерева, причем из более-менее определенного. Если мы сделаем стол, я не знаю, из чего, из титана, то, наверное, он выдержит слона. С нейтронными звездами то же самое. Звезда давит сама на себя, и в конце концов, если это давление будет слишком сильно, нейтронная звезда сколорсирует черную дыру. Но как долго она сможет выдерживать, зависит от того, из чего она сделана. И поэтому максимальная масса нейтронной звезды, при которой происходит холост, зависит от внутреннего строения нейтронной звезды. И поэтому один из способов узнать, из чего сделаны нейтронные звезды, это измерять их массу лучше вместе с радиусами. И этот кусочек я промотаю. Но это, на самом деле, отдельная лекция. Было тщетно думать, что я успею все это сделать. Важно для нас то, что это внутреннее строение, которое мы можем изучать еще и путем измерения массы радиусов, сказывается на том, как нейтронные звезды остывают. Как они остывают, можно посчитать. Еще раз повторюсь, подчеркну, мы не знаем из чего точно состоят нейтронные звезды. Поэтому для каждого варианта состава можно насчитать, какое семейство привык. То, что вы видите, какое это семейство, не означает, что ученые точно знают, как остывают нейтронные звезды. Но, тем не менее, задавшись реалистичной моделью, можно это сделать. Здесь все просто по вертикальной оси температуры, вот миллион градусов, вот сто тысяч, по горизонтальной оси возраст, десять тысяч лет, сто тысяч лет, миллион. Вот здесь уже точно рассеялся остаток сверхновой, поэтому вот здесь мы не можем определить возраст нейтронной звезды по отставке. Зато, если мы уловили тепловое излучение от ее поверхности, мы определили температуру нейтронной звезды, то более или менее точно мы можем определить ее возраст. Разные привычки нарисованы для разных масс, но массы нейтронных звезд меняются не так уж сильно, и поэтому обычно точность определения температуры даже вам не позволяет выбирать эти массы. И тогда вы получаете еще один способ определения возраста нейтронной звезды по ее остыванию. Уже не теоретический график, а наблюдательный. Здесь точки соответствуют наблюдениям. Ну а кривые действительно теоретически для разных моделей, поэтому вы их тут видите много разных. Это логарифм возраста, то есть, соответственно, десять тысяч лет сто тысяч лет миллион, это логарифм температуры, вот этот миллион, вот тут примерно 300 тысяч, и мы видим, что известно довольно большое количество нейтронных звезд с разной температурой, и если мы зададим модель остывания, то это позволяет определять возраста. С точностью плюс-минус 50%, в лучшем случае, но, тем не менее, это неплохая точность, поскольку, вообще говоря, возраста определяются довольно плохо. Наконец, вот она, наша галактика. Важно было добраться до этого слайда и показать, что я помню. Наконец, есть еще один способ определения взрослых нейтронных звезд, связанных уже со свойствами нашей галактики. Нейтронные звезды рождаются в результате коллапса ядер массивных звезд. Массивные звезды живут мало. Они живут миллионы, в лучшем случае, малые десятки миллионов лет. И этот масштаб времени — миллионы, десять, двадцать миллионов лет. Это короткий масштаб времени по сравнению с галактическими временами. Прокверное время в галактике — это, скажем, период обращения спирального узора, а это будут уже малые сотни миллионов лет. Поэтому нейтронные звезды рождаются там, где рождаются звезды. А звезды рождаются в первую очередь, в плоскости диска галактики. Даже так, А в диске, В в плоскости диска, С в спиральных ветвях, Д в тех областях внутри спиральных ветвей, где звезды образования идут более активно, в больших пунктах. Соответственно, нейтронные звезды в основной своей массе рождаются там же. И поэтому, если мы видим нейтронную звезду, если мы можем померить ее скорость, обычно мы хотя бы две компоненты можем померить, то мы можем определить ее возраст, потому что мы будем знать, где она родилась. То есть идея фантастически проста. Вот у вас есть такой-то объект, вы знаете его скорость, и у вас есть мнение о том, где этот объект родился. То есть вот вы видите в точке Б пешехода, и вы думаете, что он все-таки идет из точки А. Потому что больше ему идти нет. Не мог взяться ни отход. У вас идет какой-нибудь пункт по пустыне? Вы можете прикинуть, как давно он идет, потому что вы знаете его скорость, и вы понимаете, что он не где-то там сам зародился в пустыне, а, соответственно, кто-то Чай Арманик. Соответственно, тогда мы снова получим способ определения возраста, и этот способ называется кинематическим. Но вот здесь как раз не очень хорошо видно, вам видна зеленая линия? Вот это измерение положения пульсара на небе. Почему она такая зигзагообразная? Почему ровные кинематы? Что это за зигзаг? Это фараланс, да. Это земля противопроекционная, совершенно верно. Пульсар идет ровно. Это нас немножко мотает. Нейтронные звезды могут двигаться с большой скоростью. Вот тут сидит нейтронная звезда, и вы можете сказать, куда она летит. Можете куда она летит? Влево-вверх она летит. А это вот остается за ней, такая красивая туманность. И таким образом мы можем определять так называемый кинематический возраст. Сейчас мы видим нейтронную звезду, и мы можем проинтегрировать назад ее траекторию движения, пока эта траектория не упрется в какое-то из мест, где последние 10-20 миллионов лет активно рождаются звезды, в том числе массивные звезды. И таким образом мы можем определять возраста, в первую очередь, кульсаров, но не только, поскольку кульсары рождаются в очень определенных местах. Более того, для основной массы кульсаров можно статистически применять этот метод, получать такую большую выборку возрастов кульсаров, просто предполагая, что они все родились в плоскости галактики. Разумеется, индивидуально это может казаться не так, кульсар мог пройдется на каком-то расстоянии от плоскости галактики, но когда у вас в выборке есть сотни объектов, то все эти мелкие отличия уже стираются, и вы получаете некий средний кинематический возраст от звезд, что, оказывается, очень удобно. Но тогда на этом слайде я останавливаюсь. Итак, просто резюмируя, существуют нейтронные звезды с очень интересной физикой, которые в 1960-е годы начали наблюдать радиокульсар, как рентгеновские источники, а потом подтянулись в другие диапазоны. Сейчас нейтронные звезды наблюдают во всех диапазонах, плюс наблюдают традиционные волны слияния. Нейтронные звезды, основная часть нейтронных звезд, которую мы знаем, это объекты нашей галактики, и изучая эволюцию нейтронных звезд, нам нужно это учитывать, и наоборот, учет этого помогает нам лучше изучать нейтронные звезды, поскольку нейтронные звезды рождаются там, где рождаются массивные звезды, и если мы говорим о достаточно молодых нейтронных звездах, их нам проще изучать, у них осталось больше энергии, и поэтому они могут являться более заметными объектами. Эти самые молодые нейтронные звезды, они тоже отслеживают определенные области галактики, и поэтому мы со мной находимся в диске галактики, в стране, в третях, ну или в каких-то еще интересных местах, где в последнее время активно рождались звезды. Спасибо. Кто хочет что-то просить? Что происходит после смерти нейтронных звезд? Хороший вывод состоит в том, что нейтронная звезда может так и остаться, если не произойдет. То есть, если мы говорим просто о одиноком шарике с вращением магнитного струна, вращение будет чуть-чуть размедляться, поле будет потихоньку уменьшаться, но, в принципе, с самой нейтронной звездой никаких превращений уже не произойдет. То есть, если в конечном счете начнут эксподаться протоны, то нейтронная звезда всегда останется нейтронной звездой, точно так же, как белый карли. С нейтронной звездой, чтобы что-то сделать, нужно или добавить массы, и тогда она превратится в черную дыру, ну или, например, столкнуть с другой нейтронной звездой, тогда выделится много энергии, ну и в норме или получится опять нейтронная звезда, или получится черная дыра. Да, образуемся нейтронные звезды. В принципе, есть еще один способ образования нейтронной звезды. Если вы массу белого карлика очень аккуратно доведете до эндопискарбского предела, и вас сколлапсируют белый карлик, то в некоторых моделях такое событие может не сопровождаться настоящим взрывом сверхновым, и при этом сколлапсирует он с образованием нейтронной звезды. Но это некая экзотика, поэтому можно с достаточной степенью уверенности говорить, что 99,9% известных нейтронных звезд точно делились в результате клапса ядра, ну и, соответственно, скажем так. И продолжим нашим садикам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.